Всем привет! С вами Женя и Макс. Вы на канале Грузия. Путешествуйте с нами. Сегодня мы едем в Ушилий Чвана Шуахевского района. Этот туристический маршрут совсем новый и еще не очень популярный, но очень интересный. По пути заехали в село Махы посмотреть древний арочный каменный мост, до которого мы все никак не могли доехать. Местные жители называют его Тамарисхиди, мост Тамары. К сожалению, он не совсем фотогеничен, поэтому ярких фоток у вас не получится. Не доезжая до Шуахеви 7-8 километров, с правой стороны показывается большой арочный каменный мост 9-10 веков. Это мост Дандала. Он считается образцом средневековой грузинской инженерной мысли. В Аджарии сохранилось несколько мостов аналогичной конструкции. С противоположного берега есть туристический маршрут до крепости Кавиани. Кстати, информационный стенд этой крепости стоит на въезде в село Хичаури. Отсюда же можно увидеть на горе развалины крепости. За Хичаури перед мостом сворачиваем направо, поднимаемся в горку и оказываемся в ущелье Чвана. Буквально через 2 километра на горе виднеется крепость Атолта. Лестница вверх крепости идет от информационного стенда, стоящего на дороге. Крепость Атолта была построена в 11-13 веках, как важный оборонительный пункт ущелья Чване. Место выбрано не случайно. С горы открывается вид на границу Нижней и Верхней Аджарии. Двигаясь дальше в сторону села Хабелошвелебе, на одном из поворотов стоит водяная мельница. Кто-то из местных загрузил зерна кукурузы и оставил перемалывать муку. В селе Чване следуем указателю посмотреть каменный арочный мост, который в 1780 году построила жена Селима Химшиашвили, Элмаз Сурманиндзе Химшиашвили. Местные называют его мост Ваджанаул. Он интересен формой кладки камней. Подобное не встречается ни на одном мосту в Аджарии. Данный мост является одним из образцов изящного красивого строительства. В селе Хабелошвелебе, возле старого деревянного дома, похожего на этнографический музей, стоит информационный стенд и указатель вниз. Дорожка ведет между огородов, засаженных кукурузой. В конце забора сворачиваем влево. Здесь стоит какой-то странный указатель. Тропинка спускается вниз к реке. Сворачиваем направо и идем вдоль реки. Сквозь деревья за рекой можно разглядеть высокий водопад. Лесной деревянный арочный мост XVIII века, согласно легенде, был построен местным жителем Беридзи, Алиаглу. Мост через реку связывал с селами Баратаули, Брили и Гамардули. Это единственный уцелевший образец деревянных крытых мостов, широко распространенных в Аджарии в Средние века. Здесь можно спуститься вниз к реке, окунуться в прохладную воду. На другом берегу обустроено место для пикника. На этом наше путешествие закончилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok